МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Спортивная Оренбуржья» в студии Анатолий Юденич. И начнем с успехов наших спортсменов на всероссийском уровне. Бугу Руслан Каполина Троянова выиграла Кубок России в одной из дисциплин прыжков на батуте в двойном мини-трампе. Там же в Санкт-Петербурге у нашей землячки следующие соревнования – этап Кубка мира. Оренбуржец Олег Яркулев завоевал серебро чемпионата страны по бильярду. В матче за звание абсолютного чемпиона в упорнейшей борьбе он уступил опытнейшему сопернику из Казани. Еще одно серебро российского уровня в боксе. Арчанин Марселин Сапов добыл его на Курганском юниорском первенстве России. Отечественный бокс за последнее время очень вырос в качественном плане. Показателем тому недавний вечер бокса в Москве, где ведущие российские бойцы явно доминировали над своими соперниками. И такое происходит на всех уровнях. Еще один пример – апрельская первенство страны среди старших юношей, проходившей в Оренбурге. И сейчас в Кургане юниорские соревнования были высочайшего спортивного уровня. Оренбуржье было представлено восемью боксерами, и первый же соревновательный день основательно выкосил ряды. Даже учитывая огромную конкуренцию, не повезло с жеребьевкой. Например, в весе 56 килограмм оренбуржцы Журавлев и Варанкин встречались с будущими финалистами турнира и уступили им в равной борьбе со счетом 1-2. Красногвардей из Кузнецов первый бой выиграл и попал под пресс выигравшего весь турнир Туменова из Нальчика. Тоже и с нашими тяжеловесами. Уфимцев и Таран в напряженных стартовых поединках угодили на будущих чемпионов. Авторитет Оренбургской школы защитил Инсапов. Он удачно разобрался с сибириками, соперником из Бурятии и двумя из Якутии. Лишь в финале Арчанина остановил Абу Муслимов из Чеченской республики. Но серебро на таком представительном турнире – достойный результат. Другая сборная Оренбуржья более юных 13-летних боксеров в эти дни отстаивает наши флаги в Севастополе на юношеском первенстве страны. Баскетбол. В надежде сменился главный тренер. На место греческого специалиста теперь придет испанский. Джордж Дикиулакас, руководивший нашей командой в последние два сезона, был вынужден расторгнуть контракт по семейным обстоятельствам, которые требуют его постоянного присутствия в Греции со своей семьей. Он выразил глубокую признательность руководства клуба игрокам и болельщикам и надежду, что в дальнейшем сможет вернуться в Оренбург. Напомним, под руководством Дикиулакаса надежда стала двукратным серебряным призером чемпионата России, завоевала серебро и бронзу Кубка России и дважды выходила в финал восьми Евролиги. Свято место пусто не бывает, и должность главного тренера займет не менее авторитетный Роберто Инигис. Три года назад он руководил испанским Роскасаресом, завоевал титулы чемпиона страны и победителя Евролиги. Потом перебрался в Турцию, добился новых успехов в Фенербахче и стал там тренером года. В прошлом сезоне вернулся домой и сделал чемпионом Испании клуб из маленького городка Жирона. Так что к нам едет тренер-победитель. И что немаловажно, впереди все межсезонье для реконструкции моделей игры. В продолжении темы тренерских перестановок. Александр Епифанов, главный тренер локомотива Оренбургского клуба по хоккею с мячом, покидает команду и уезжает в Ульяновск. В своем родном городе он возглавит Волгу. Теперь хоккей с шайбой. Тренерский штаб клуба «Южный Урал» во главе с Андреем Мартемьяновым продолжает селекционную работу по формированию команды в преддверии нового сезона. Орскую ледовую дружину пополнил еще один новичок. Это вратарь Данила Алистратов. 24-летний воспитанник челябинского хоккея, бронзовый призер молодежного чемпионата мира 2009 года и бронзовый призер зимней универсиаты 2013 года в Италии. В чемпионате ВХЛ прошлого года Данил Алистратов играл в Ариаде, где провел 28 игр. В ближайшее время новобранец «Южного Урала» отправится на предсезонные индивидуальные занятия за океан, после чего прибудет на сборы в Орск. Главный тренер молодежной хоккейной команды «Сармат» и Дмитрий Стулов приехал в Оренбург, чтобы встретиться с министром спорта Олегом Пивуновым, решить организационные вопросы проведения предсезонных сборов и познакомиться с новичками. С Оренбурга даже там, по-моему, на сборы приглашены, если я не ошибаюсь, 4 человека. Есть Сорска, есть Недногорска. То есть, в принципе, вот эта вот... Ну, остальная география очень обширная. И от Волгограда, так скажем, и до Толмска. То есть, очень много ребят, которых мы хотим охватить, которых мы хотим просмотреть. Всего спустя две недели после Кубка Европы под дзюдо, СКК Оренбуржья вновь принял крупные соревнования по этому виду спорта. Около 200 спортсменов собрались на чемпионат Приволжского федерального округа. Полтора десятка сборных прислали все регионы округа. И состав подобрался очень сильный. Команду Оренбуржья представляли 16 человек. Но вот и сдержки наших успехов. Не смогли принять участием Швидобадзе, Турчева, Байматова, Коваленко. Они выступают в составе сборной страны и на этапах Еврокубка. Родные стены помогли оренбуржцам войти в призы. Третьи места завоевали Алия Бекужина, Мария Валишина, тяжеловес Артем Григорян. На Оренбургском Кубке Европы наш Шата Ванеев не смог бороться в полную силу из-за повреждения. А сейчас, несмотря на незалеченную травму, вошел в число призеров. Его поединок за третье место мы прокомментировали вместе с президентом областной федерации дзюдо Игорем Абдульмановым. Вот Шибалов очень понравился на Кубке Европы. Прям такой он, видно, у него такой арсенал, хороший кругозор. Но вот с этим австрийцем прям что-то не сложилось. Последняя минута какая-то неудачная, два приема пропустил? Ну, бывает, бывает немножко. Может быть, предыдущий был тяжелый соперник. Все, может быть, подустал. Но в борьбе нет такого понятия. То есть, может и титуловную выйти проиграть. И можно вести всю схватку, а в конце ее проиграть. Понятно, наши надежды связаны, конечно же, с нашими. У нас их много, я вам скажу. То есть, по привозкам очень много. С 14 регионов все-таки. Но здесь не самый сильный состав. У нас в основном все сейчас находятся на сборах. Ну, а это все ребята, которые... И очень много новых, которые будут участвовать уже на чемпионате России. Это уже здорово. Потому что регионы сильные, готовятся все. Все хотят выиграть. Ну, они, которым уже и не надо производить впечатления, например, нашей Турчевой или Коваленко. Ну, да. У них более уже... Они готовятся к более таким серьезным мероприятиям, соревнованиям. Ну, а, скажем так, вот тот же Шатан очень много пропустил. Поэтому у него опять старт. Привозский округ на Россию. И дальше снова. Через тренировки и соревнования набирает форму? Конечно, восстанавливается. Формула принимает после травмы. Ну, пока ведет. Ну, этот татарстанец Горбунов, он непростой сам по себе. Потому что Татаре привезла хороший состав. Да, вот мы видели только, что финал был, две татарские. Да, 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 да. Татарские разыграли между собой. Сильные. Пензенские сильные. Не забудем Самару. Да, Самару. Самара, естественно. Саратов. Ну, вот. Видите. Ушел, слава богу. Выскользнул из чекотливой ситуации. Очень. Иначе могло быть и удержание. Чистая победа. Буквально каких-то сантиметров не хватило нашему гостю, чтобы удержать нашего спортсмена. Судейство, момент. Будем надеяться. Но в любом случае, в Шатеве, в Азаре, даже если оценят, так долго смотрят. Минимальная, если будет оценка, может быть, Юка. Так, у нас к финале кто, значит, получается, Куликов? Куликов. Куликов. Блин, еще ухо. Он, ну, вот видите. Чуть-чуть не увидел, и все. Опоздал. Вот так вот можно на болевой попасть. Оценку дает судья, да? Нет, оценки нет. Оценки нет. Всего полтора минуты у Горбунова, у нашего гостя, чтобы спасти ситуацию. Ну, да. Не соответствует на нашего. Пока на нашего. Но и время работает также на Горбунова, потому что времени предостаточно. Борьба пока никак не вяжется. Ну, они сильные, буквально такие противники. Во-первых, рослые. Замечания Горбунов получает за неведение борьбы. Ну, вот и... Прекрасно. Ну, Вазарин. Ну, я сейчас скажу, два Вазаря, считаю, уже чистая победа. Но он все-таки сделал свое дело. Значит, надеюсь, восстанавливается после травмы. Первую схватку так тяжело было. А потом уже нормально. Ну, третий занял. И следующий старт Россия будет. Еще одна медаль, серебряная, в активе Бузулучанки Елизаветы Савельевой. Она проиграла на турнире всего одну схватку, но за первое место. А лучшим из наших стал оренбуржец Егор Цветков. К бронзе Кубка Европы сейчас он добавил золото. Его финальный поединок в весовой категории до 60 килограмм с нижегородцем Малоземовым не затянулся, а завершился красивым результативным броском. Пойдем! С каждой сладкой добавлял. То есть, в финале вот так получилось досрочно закончить. Ну, как бы, это радует, то, что добавлял из каждой сладки. Все победители и призеры окружного турнира поедут на финал чемпионата страны, который пройдет в сентябре в Красноярске. В Бузулуке состоялась традиционная спартакиада нефтяников, в которой приняли участие семь сборных команд из различных регионов страны. А это составило около трех сотен спортсменов. Бузулук второй год подряд принимал соревнования зонального этапа летней спартакиады. На нефтянике, центральном стадионе города, прошла церемония торжественного открытия со всеми атрибутами, приветственными словами организаторов эстафеты огня спартакиады, выступлениями творческих коллективов. Парадом перед трибуной прошли сборные команды участниц и соревнований, представляющих различные регионы страны от Сибири до Белгородской области. Собравшимся на трибунах стадиона обращались организаторы этого спортивного праздника. Мы старались так, чтобы вы почувствовали демплоту Арибуржи. Я думаю, что вы сегодня это увидели. И очень хочу, чтобы эти соревнования запомнились каждому из нас, запомнились новыми рекордами, запомнились новым общением и дружбой. В прошлом году, когда город впервые принимал зональный этап корпоративной спартакиады, хозяева в общем зачете заняли четвертое место. Когда стало известно, что Бузулу Кувнов доверили проведение игр, организатор провели большую работу над ошибками. И в этот раз сборная оренбургских нефтяников совершила впечатляющий качественный рывок. По всем десяти видам спорта, вошедших в программу, хозяева попали в призовые тройки. А ряд видов и выиграли. Например, самый популярный и массовый мини-футбол. Мы могли стать и четвертым, но так как ребята показали самоотверженный футбол, вот именно я подчеркиваю, самоотверженный, молодцы, техничный. И вот благодаря их мужеству мы стали первыми. Также наши земляки выиграли боулинг, бильярд, шахматы у мужчин. Изюминкой соревнований стала народная забава, перетягивание каната. Сборная хозяев при активной поддержке местных болельщиков стала победительницей и в этом турнире. В итоге сборная общества Оренбург-нефть лишь немного уступила в общем зачете бессменному фавориту команде охраны. И в свою очередь обошла очень сильного соперника сборную пожарных. И благодаря этому получила право на участие во всероссийском финале, который пройдет осенью. Но главное, что соревнования прошли на высоком организационном и спортивном уровне. Площадки спортивные соответствуют всем требованиям. Очень хорошие площадки. Одни из лучших в Оренбургской области. Поэтому нефтяникам повезло, что здесь проводится спартакиада. Подготовка команд тоже на очень хорошем уровне. Практически по всем видам спорта есть люди, которые и соответствуют и очень хорошему мастерству. Там в районе мастеров спорта, кандидатов мастера спорта. Очень хорошее отношение. Главное, большое желание работникам Роснефти заниматься физической культурой, спортом и вот участвовать в таких соревнованиях. Это очень здорово. Бузулук не только отлично организовывает соревнования, но и готовит спортсменов высокого уровня. Ранее мы рассказали об успехе дзюдоистки Савельевой, а в эти дни в германском Ростыхе проходит чемпионат Европы по прыжкам в воду. В составе сборной страны на 10-метровой вышке выступит еще один бузулучанин, мастер спорта международного класса Сергей Назин. Удачных прыжков Сергею. Нынешняя программа завершена. Я с вами прощаюсь. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин